Музыка Как сказал Седор Николаевич, я работал с поздним последних 6-7 лет его жизни. При этом я выполнял обязанности ассистента в его обыкновении. И в нем при этом навык классического физико-experimentатора и одними философа. Как сказал Седор Николаевич, я работал в последние 6 лет с Козиревом, как ассистент в его работе, как физико-experiment и не как философ. Ассистент в его обыкновении. 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 Вы можете сказать, что мне кажется, что я нашел некий ключ к этому вопросу. Я пытаюсь поделиться своим подходом. Я сразу предупреждал, что никакими техническими секретами, я не владею. Секретами, которые могут позволить, что я не владею. Я möchte jetzt über diese эксперимента berichten, allerdings auch gleich vorausschicken, dass er не про какое-то Geheimвисение или что-то, что damit связано, что это все, что это все. Более того, я утверждаю, что никакой технических секретов этих вопросов нет. Есть мастерство выдающегося физикоэксперементатора Николай Занчо-Козирев. Мы начнем с того, что необходимо правильно понять, что саму свою идею Козирев. Я думаю, что практически все одинаково понимают, что все законы Архимедия. А вот дисперсия с представлением о том, что делал Козир и что утверждал Козир, очень большая расспроса. Я не знаю, что законы Архимедия не надо. Я знаю, что это не значит. Итак, первое, что я считаю самым главным, это надо попытаться понять, что именно Энергия не решает, когда писал свои статьи из Дайксо-Козирев. Мы должны сначала понять, что именно Энергия не решает, что именно Энергия не решает, когда писал свои статьи из Дайксо-Козирев, когда писал свои статьи из Дайксо-Козирев. Мы сейчас 30 лет уже до этого времени, когда это все происходило, когда эти эксперименты были предоставлены. В последнее время произошли сильные изменения в науке, появились новые дополнительные обстоятельства, например, увеличения не линейной Динамики, опыта в Астрахиске, интернет-коррегировать. В первом году очень много делали, также в исследовании, интернет, компьютер, астрономическую наблюдение, но также в не-линеаре Динамик. В этом я уважаю внимание, что это не ревизия, а просто о нахождении той формы выражения этих идей, которая была более понятна и не уводила в сторону. В этом я уважаю внимание, что это не ревизион этой идеи, а просто оформулирующая, которая может быть в лечении этой идеи, которая может быть в лечении новой выражения. Первое утверждение заключается в том, что нельзя рассматривать отдельно Тексты Козырева, Эксперименты Козырева и идеи Козырева. Первое утверждение, что можно рассматривать Тексты Козырева, Эксперименты и идеи не так разнообразно. То есть все эти три компоненты Козырева взаимно поддерживают друг друга и являются ключом для взаимопонимания. То есть я хочу сказать, что Эксперименты Козырева, это не просто какие-то факты, требующие любую мусульную интерпретацию. Это не только факты, которые требуют любую мусульную интерпретацию. Эксперименты, которые в этом смысле, могут быть в этом смысле слова, с которой они идеи, и эти идеи, и эти тексты, которые можно рассматривать и понимать. Следующий Козырев – это моё главное опыт. Экспериментальное поддержание Козырева не должна быть в экономической философии, а не в физике. Экспериментальная поддержка Козырева не будет в основном. Продолжение следует... 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 но в противоположении все это не было ничего, но для того, чтобы понять, что Метод Козелево нужно обратиться к главному, на мой взгляд, положение его теории. Это положение можно формулировать так, что время, в своем активном проявлении, реализует то, что субстанционное творческое начало мира. Любое научное исследование произведено с творчеством. Но Козерев не просто изучал природу, он изучал саму основу творчества. В обычном физическом эксперименте выглядит на следующем образе. Преимент изучения и опыт. Преимент изучения и попытки, которые являются некоторым следствием подтверждениях и опыта. Преимент изучения и опыта, которые являются результатами и опыта. Преимент изучения и опыта. Преимент изучения и опыта. Преимент изучения и опыта. Преимент изучения и опыта. Чтобы понять, о чем я говорю, можно вспомнить целый ряд примеров не случайного хода экспериментов. Я приведу только один. Я буду сейчас это на одном Beispiel verdeutlichen. Для того чтобы подключить, для того чтобы осуществить регистрацию, под стрелку был поставлен фотоэлемент. На стрелке был прикрыт уложен. У этого было также подключено фотоэлемент в конurst Purell. Сверху был освещен мощным источником света. И в повороте регистрировался как изменение сигнала будущего фотоэлемента. Сверху был освещен мощным источником света. Сверху был освещен. 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 И по поводу источника звездных энергий или вималистия посредством плотности времени ошибочно, на мой взгляд, не допустимо. То есть верно все утверждения, которые были введены в Косове. Но активность не может быть. Они не могут быть связаны с другими. Это также связано с другими вопросами, которые можно при определенной рассмотрении своей теории или своей работе. Это касается и своих опытов. В современных физических экспериментов результаты эксперименты часто противоречивают и иногда противоречивают, если они совершенно не связаны с противоречивыми его хипотезами. При Козеревском эксперименте есть разные, но иначе из своей точки зрения, что все эксперименты должны быть в виде его идеи. Еще хочется заметить, на синтаксических моментах, Козерев всегда называл свои эксперименты опытами. То есть опыт означает более широкий, незапланированный способ выяснения чего-либо. Это даже естественное упражнение. Мы можем вспомнить, например, опыт Мишель Манте и Робот Мокола. То есть чисто литература на философские президенты. Мишель Манте. То есть, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, и Бейкон, который я не знаю. есть и можно в виду прохладную. Что касается Детских в Козереве, которые являются идеи, как я уже сказал, надо понять, что они имеют идеи. А Детские можно так называть, как какие-то Притчи, требующие представления. Это картинка мира не упоряется в рамках современных представлений. Он сильно отличается от общих кинок. Он пытался, что это козеревское творчество. Это означает, что характеризует способ восприятия человека. Эта характеризма должна восприятия человека. Этому человеку реализирует вообще как распространение, через пространство. А человек в времени воспринимает, что с точки зрения времени и эволюции. А человек в времени воспринимает, что с точки зрения времени и эволюции. А человек в времени воспринимает, что с точки зрения времени воспринимает, что с точки зрения времени и эволюции. Это то и что с точки зрения времени воспринимается. Да, это возможно, что это может быть математическим описанием, как Кузьгриф, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф. Да, это возможно, что для математического описания времени необходимо обратиться в теорию графа. То есть время представляет как самокутность причины следственных следствий. Да, что можно использовать в течение времени, чтобы выяснить, что можно использовать в течение времени, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф. Да, и Кузьгриф, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф, как и Кузьгриф. 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 Я думаю, что причины – это яркий пример пространственного восприятия такого вот не пространственного понимания доступа. Эта характеристика является лучшим примером для неправильного рассчитывания. Для идеи Козелевской идеи, нужно сделать несколько дополнительных предметов. Следующие положения, которые последующие следуют в дальнейшем, на мой взгляд, не ответят. Первое понятие, которое я хотел бы прокомментировать, это неадитивность. То есть моя точка зрения, время не нарушает ни одного классического физического закон. То есть те эффекты, которые связаны с активными свойствами времени, не взаимодействуют с физическими процессами, в принципе суперпозиций. Потому что эти процессы связаны с активными свойствами, которые связаны с активными свойствами времени, не с другими физическими процессами, в принципе. Продолжение следует... 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 Это может быть энергия и так далее. 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 Это может быть энергия. Это может быть энергия и так далее. Это может быть энергия. 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 Это может 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 энергия. энергия. Это может энергия. Это может энергия. энергия. Оставico. пола и так далее. А где-тоala. что это может электронизирование и лечитика из pelliz с этой системой системы. То есть, вот, например, уーン Гера-Петербург, до этого homelessnessного п службы sanitizer отсутствует, то есть можно �едelen, до 참 countsуху, да, в состоянии.." То есть те космические объекты, которые находятся на территории Галактики и практически не влияют никак на процесс, находящийся на эволюционном столе, посредством физических действий, не сказываются с точки зрения этого случая. То есть процессы в других Галактиках, которые сейчас не связаны с их каусалом, не соответствуют на активность действия на время. Роли времени не раздается. Eine weitere Überlegung betrifft die zielbildende Rolle der Zeit. Физические законы, без страха, они проявляются независимо от того, какого следствия их проявляет. Ну скажем, падение камня и на асфальт, и на голову, с точки зрения физических законов, не отвечает. Если also ein Ziegelstein vom Дach fällt, dann ist es aus der Sicht der physikalischen Gesetze kein Unterschied, ob er auf einen Kopf fällt oder auf den Asphalt. Andererseits, eine Einwirkung der kreativen Kraft in der Welt über die Zeit kann eigentlich nicht sinnlos sein. Also die aktive Einwirkung der Zeit sollte also, anders gesagt, im notwendigen Augenblick, an der notwendigen Stelle passieren. Was recht wichtig ist aus der Sicht, wie Kozirev seine Experimente gestaltet hat. Noch eine weitere Bemerkung zum Öffnungszustand des Systems, in dem die Zeit aktiv einwirkt. Der beliebteste Ansatz von Versuchsleitern ist, sich möglichst von allen äußeren Einwirkungen abzuschirmen, die das Experiment irgendwie beeinflussen könnten. Er versucht also, den Bereich, in dem die Beobachtung stattfinden soll, so weit wie möglich aus der Welt herauszunehmen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass in einem solchen System sich das kreative Element der Natur sozusagen einbringt. Da ist es so, dass Kozirevs Versuche nicht in einem isolierten, sondern in einem offenen System stattfinden. Und bevor er also zu den konkreten Versuchen kommt, will er aus dieser Sicht nochmal ihre Besonderheiten systematisch darlegen. Die Versuche von Kozirev sind prinzipiell nicht replizierbar. Jedenfalls auf keinen Fall eins zu eins und auch nicht vielfach, also ganz viele Mal hintereinander weg. Wenn wir es also mit dem kreativen Anteil der Welt zu tun haben, dann sollten wir sozusagen die Natur nicht reizen, indem man das immer wieder macht und wartet, wie lange die Natur das noch mitmacht. Wenn wir also diese Versuche als Fragen an die Natur ansehen wollen. Und wenn man eben dieselbe Frage stellt zum Beispiel, was haben wir heute für ein Datum, dann wird man irgendwann keine Antwort mehr kriegen. In diesem Sinne hat Kozirev immer versucht, neue Fakten zu gewinnen und nicht die endlose Wiederholung der Bestätigung immer bekannter Fakten. Das ist ja der Steuerfaktor, über das die aktive Einwirkung der Zeit auf das System passiert. Also der Versuch immer wieder, immer stärker das System abzuschirmen gegen Rauschen, um also sozusagen seine Empfindlichkeit scheinbar zu erhöhen, in dem Fall nicht zielführend ist. Wenn wir also den Zufall unterbinden wollen, würden wir also auch die Hauptmöglichkeit der Zeit, sich in den Prozess einzubringen, verhindern. In der klassischen Physik sollte es so sein, dass der Beobachter nicht auf das Experiment einwirkt. Demgegenüber haben die Experimente der Quantenphysik ja gezeigt, dass der Beobachter eigentlich nicht wegzudenken ist aus der experimentellen Situation. In den Kozirev-Versuchen ist nun der Beobachter ein organischer Teil des Versuchs, vielleicht sogar die Grundlage des Versuchs. Kozirev-Versuche ohne einen aktiv beteiligten Beobachter sind nicht möglich, genauso wenig wie es nicht möglich ist, einen Dialog zu haben ohne einen aktiven Dialogpartner. Im nächsten Punkt wiederhole ich nochmal, dass ich schon gesagt habe über die Methode Kozirev-Vers. Ein Versuch ist also ein kreativer Prozess, wobei der den Versuch macht, an dieser Kreation teilnimmt. Wie heute Vormittag schon gesagt wurde, gab es in Kozirev-Versachen vier Hauptetappen. Dabei ist jede Etappe also ein Schritt bei der Erreichung eines Endresultates. Kozirev hat das auf zwei Weisen interpretiert, inwieweit die Zeit sozusagen in die Energiebilanz der Sterne eingreift. Die erste Behauptung ist das Postulat von der Existenz der Zeitenergie. Und das zweite ist die Organisationskraft der Zeitenergie, die es erlaubt, in einer bestimmten Raumbereichen diese dissipative Energie zu konzentrieren. Also diese Experimente, beziehungsweise überhaupt diese Überlegungen zum Anteil der Zeitenergie an der Sternenergie, sind sozusagen quasi aufs Grundlegende Schritt davon, dass die Zeit ganz anders verstanden werden muss, als man das bisher nur hatte. Also bisher hatte man die Zeit eben als eine Art Koordinatensystem und hier hat man sie als aktiven Teilnehmer. Aus meiner Sicht ist es also nicht so sehr die Hauptfrage, sich zu entscheiden, ist es so, dass also die Zeitenergie eine Rolle spielt oder ist es die thermonukleare Reaktion, wie es die Standardphysik vorsieht, sondern... Also dass die Zeit eben eine doppelte Rolle spielt, nämlich... Einmal im Sinne, dass also eine klassische, in Joules messbare Energieaussendung von den Sternen kommt und zweitens, dass eine organisierende Rolle in Bezug auf das planetare Leben zustande kommt. Man kann natürlich überlegen, ob die Zeit hier als aktive Kraft eine Rolle bei der Organisation der thermonuklearen Reaktion spielt, dass diese thermonukleare Reaktion kanalisiert und stabilisiert wird und so weiter. Aber das ist für ihn eigentlich nicht der Hauptpunkt. Man könnte sogar sagen, dass Kossirev eine andere Rolle der Zeitenergie als eine klassisch energetische Seite gesehen hat. Für Kossirev war es wichtig, dass diese Vorstellung der Zeit als Energie es überhaupt erst ermöglicht hat, damit experimentell zu arbeiten. Wenn die Zeit Energie aussendet, dann kann man eben Versuche damit machen, Experimente. Und diese Experimente führten eben zu den Annahmen der kausalen Mechanik. Für die kausalen Mechanik wird er nicht so viel sagen, weil erstens im Vortrag von Herrn Schikowalow darüber noch viel gesagt werden wird und er möchte eigentlich nur auf einen Punkt hinweisen. Nämlich auf den Zusammenhang mit der Zufälligkeit, mit dem Zufall, wenn man sich auf die jüngsten wissenschaftlichen Ergebnisse der nicht-linearen Dynamik besinnt, kommt heraus, dass auch einfache physikalische Systeme eine prinzipielle Unbestimmtheit aufweisen. Zum Beispiel der Begriff der Imbalance am Punkt der Bifurkation. Wir können also an diesen Bifurkationsstellen den nächsten Zustand eines nicht-linearen Systems nicht vorhersagen, obwohl wir den jetzigen Zustand kennen. Das können wir den nächsten Zustand ja noch nicht vorhersagen. Sodass die zusätzlichen Kräfte, die Kozirev sozusagen betrachtet, es möglich machen, dass in so einem unbestimmten Zustand das System in eine bestimmte Richtung gehen kann. Die Kausalmechanik hat also zur folgenden Evolution der Kozirev'schen Vorstellung geführt. Die Unbestimmtheit dieser Effekte haben ihn dazu geführt, anzunehmen, dass die Einwirkung über die Zeit nicht als Konstante anzusehen ist, sondern als eher ein variabler Faktor, der mal mehr, mal weniger zuschlägt. Das heißt, die Einwirkung der aktiven Eigenschaften zeigt, ist niemals ganz gleich. Sodass also dieser Begriff der Zeitdichte eingeführt wurde, um das zu beschreiben. Er würde an dieser Stelle noch eine Ergänzung zu den Überlegungen von Kozirev hinzufügen. Dass die Dichte ja eine quantitative Messung oder die Grundlage des Begriffes Dichte ist die Möglichkeit ihrer quantitativen Bestimmung zu holen. Es ist aber so, dass diese Art der Einwirkung, der aktiven Einwirkung der Zeit in die Natur eher auf einen qualitativen Aspekt hinweist, sodass man vielleicht nicht bei der Zeitdichte eben eher durch eine qualitative Charakteristik, zum Beispiel die Farbe, die Färbung der Zeit oder sowas, in der Richtung denken sollte. Und wenn man in den Versuchen solche unterschiedliche Zeitdichte findet, dann ist natürlich auch wieder die Frage, was ist denn der Grund dafür, dass es solche unterschiedlichen Zeitdichten gibt. Um das also richtig zu beantworten, hat er sich an die kosmischen Objekte gehalten, als die größten Objekte, die man überhaupt beobachten kann? Und hat eben in einer Reihe von Beobachtungen genau eine solche Wechselwirkung gefunden? Dass man also jetzt die Frage stellen musste, was kann denn ein Detektor für eine Veränderung der Zeitdichte sein? Also die Suche nach solch einem Detektor hat zu zwei neuen Begriffen geführt, nämlich das Verschlucken, das In-sich-Aufnehmen von Zeit und das Abstrahlen von Zeit. Das kann man natürlich nicht buchstäblich nehmen. Das ist auch nicht so zu verstehen, als ob irgendein Feld über den Raum jetzt verteilt und verstrahlt wird. Und andererseits haben aber Experimente gezeigt, dass man sich sozusagen abschirmen kann gegen die Abstrahlung der Zeit, die auf einen selbst gerichtet ist. Um sich abzuschirmen, braucht man eine Art Spiegel. Und dann heißt es also auch, kann man das, was jetzt gespiegelt wird, nicht wieder mit einem Detektor empfangen, wenn man es auf den Detektor konzentriert. Es zeigt für sich, dass eine Aluminiumplatte reflektiert und ein Spiegel in sich aufnimmt. Und ein Spiegel sozusagen aus Aluminium das Ganze fokussieren kann. Dadurch kann man, wenn man das jetzt für gegeben nimmt, auch wieder Beobachtungen machen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Teleskop nimmt, nimmt man eben kein optisches Teleskop, sondern ein Reflektor-Teleskop, wo also der Spiegel aluminiert ist. Und das Aluminium kann also das fokussieren dann im Effekt. Sodass Kosegraf jetzt eine Methode gefunden hatte, wie er mit den aktiven Eigenschaften der Zeit so operierte, als ob sie sich wie ein Feld fokussieren und in der Sammelspiegel sozusagen hündeln ließen. Aber ich möchte сразу sagen, dass solche Interpretationen, изучение, verabschiedение, отражение, imprenzierung, sind in der Art Termin, die позволяющие говорить auf physischem Sprache, aber der Sinn ist совершенно другой. Allerdings darf man das jetzt nicht verwechseln. Wenn man jetzt solche Begriffe verwendet, wie bündeln und reflektieren und so weiter, dann hat man natürlich den Eindruck, wir haben es zu tun mit Dingen, die aus der Optik kommen oder beziehungsweise elektromagnetische Wellen, die man hin und her strahlt. Aber der Sinn ist doch ein ganz anderer. In частности, экранирование можно было бы делать с точки зрения организации внутри системы. То есть, перекрывая физические источники взаимодействия, то есть источники инфракрасного излучения, это могут быть как раздействовать. Мы разделяем элементы системы между собой. Man könnte jetzt überlegen, ob man hier nicht in eine andere Systemdynamik eingeführt hat, indem wir zum Beispiel die Infrarot- oder elektromagnetische Wellen abgeschirmt haben. Passiert jetzt im System, dass abgeschirmt wurde auf diese Weise was ganz anderes und dass das der eigentliche Hintergrund ist? So, dass also sozusagen die aktiven Eigenschaften der Zeit jetzt nicht mehr einwirken auf den Teil des Systems, der von diesen anderen Einwirkungen isoliert wurde? Ja. 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 Also, wenn wir die Teil des Systems in die Notarge nicht zusammenhängen, dass die Teil des Systems unewe言ung nicht mehr ist. Aber wenn wir die Teil des Systems auf den семьnen und unterstimmen die Teil des Systemes an zu erheben, auf der Aufschlussung der Punkte aus dem Ausgleichen, stwirken, dass diese Teil der Fall sind Возвращение следует... Ну, как бы это ни было, появляется возможность использования зеркального телескопа, как бы это было. В фокусе телескопа распространены датчики. Датчики были разные, как бы эти элементы, которые были искренны. Эти датчики были термоэкранированы и воздействие от объекта не могло быть посредством теплового, прекрасного, любого другого излучения обещанного от объекта. Датчики были датчики. Я учусь к стране, что реальность реальность автомобиль. Это были собственные шумно-датчики. 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.